Музыка Единственное, что связывает предыдущее правительство и новое старое нынешнее правительство, это соучастие в коррупционных актах и сокрытие разного рода преступлений. Об этом и о многом другом мы поговорим сегодня с депутатом парламента Эдуардом Мушуком. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, то, что происходит в последнее время, я считаю, что об этом надо говорить, потому что подурят у меня как-то начало забываться, но я считаю, что об этом стоит и надо говорить, только потому, чтобы доказать, что в принципе любое преступление должно быть наказуемо. На этой неделе, вернее на прошлой неделе, случился вот этот казус с министром внутренних дел Дарином Реченом. Он был бы неинтересен, если бы не пытались скрыть то, что произошло, и что там уже из-за того, что пытались скрыть, появились разного рода вопросы. И вот этот казус с министром молодежи и спорта Бодиштяну, который тоже, в принципе, по своим масштабам не так интересен, но об этом стоит поговорить в том контексте, что и в предыдущем правительстве, но те министры находятся и в нынешнем правительстве. Министры Усатый, Негрудс и другие, которые были задействованы в разного рода коррупционных каналах, они, в принципе, те же самые лица, те же самые ребята, те же самые методы. Вы как думаете, что это такое? Это вообще, что за люди, которые не извлекают не то что уроков из своих вот этих криминальных разного рода разборок, но эти люди просто продолжают, я не знаю, с каким-то презрением относиться, наверное, и к себе подобным, и к обществу? Ну, на самом деле, это было бы ошибкой рассматривать это правительство как новое. Это правительство новым не является, потому что состав министров на более чем 70% остался. Лянг, Юрий Лянг, он был вице-премьером в прошлом правительстве, и поэтому говорить о каких-либо 100 дней или там новое правительство не приходится. Да и власть осталась та же самая. То есть фактически за спиной этого правительства находятся те же самые персонажи, которые находились только на первой линии, да, в прошлом правительстве. Это я имею в виду и Влада Филата, и Влада Плохотнюка, и Марианна Лупа. Единственным, наверное, который из этого уравнения как бы был выброшен на берег, это Михаи Гимпу. Но, тем не менее, это есть группа Хадырка, которая также обеспечивает им голоса. Поэтому прошлое правительство было отставлено за коррупцию. Это был ключевой, если даже не единственный, да, такой аргумент. Аргументов на самом деле было больше, но основным фактором была коррупция. И понятно, что это правительство, которое более чем на 70% состав повторило, состав прошлого правительства. Поэтому, конечно, все это будет продолжаться. Тем более, ну, прозвучали очень тяжелые обвинения со стороны Влада Филата в адрес Влада Плохотника, со стороны Влада Плохотника и Марианна Лупа в адрес Влада Филата. Ну, сейчас все прошло, все забылось. Что поменялось? То есть, что поменялось, причем просто обвинения и конкретные факты, и не только по дуре Думняска, там очень много было тяжелых обвинений. Это, значит, и в рейдерстве, и в фактическом покупке государства, и в контрабанде, и в воровстве более-менее вдали в из банка деэкономии. Ну, очень много всего было. Это в адрес первых лиц. То есть, сегодня все это ушло даже ни на второй, ни на третий план, она просто растворилась. Что поменялось? Договорились. Договорились, опять распределили, опять распилили, и, значит, сформировали быстро вот это новое временное правительство, которое должно каким-то образом какое-то время отработать. Поэтому ничего нового от этого правительства ждать не стоит. Ну, я поэтому начал с того, что хоть правительство формально оно и новое, но оно старое, но те же принципы действия. И привел пример Ричан, только потому, что, естественно, по своей, скажем, значимости и по своему составу, скажем, там было преступление, здесь, может быть, и нет, параллели трудно проводить с царской охотой. Но все-таки хочется, напрашивается это проводить. Ну, параллели, я вот, вы затронули формальную сторону вопроса, кстати, она немаловажна. Если у нас Конституционный суд будет также, ну, скажем так, будет последователен своей логике, да, сейчас не будем оценивать эту логику, она правильная, неправильная, корректная, некорректная, а если он будет последователен, то это правительство не является конституционным. Назначение этого правительства противоречит предыдущему решению Конституционного суда, в котором четко обозначено, что люди, руководящие посты занимающие, которые обвинены в фактах коррупции, которые сняты с должности за подозрение в коррупции, не имеют права быть назначены и предложены на соответствующие должности. И это касалось не только премьер-министра, это касалось всех членов правительства. Было отправлено в отставку правительства. Министры, как и вице-премьер и премьер-министр, являются членами правительства. Мы заявили о том, что мы протестуем решение о номинальном составе правительства в Конституционном суде. И, честно говоря, другого выхода в Конституционном суде, нежели как следовать дальше своей логике, нет. Потому что Конституционный суд, это суд прецедентный. Но есть выход, к которому они часто прибегают, когда им нужно выиграть время. Они просто не будут рассматривать, наверное, запросы. Да, но все равно 6 месяцев для рассмотрения. Хотя, наверное, мандат этого правительства меньше, чем 6 месяцев. Но, как минимум, аргументы для подавляющего большинства очевидны. Если возвращаться к случаю министра Ричана, то я считаю, что аналогии с Подори-Домняска как раз релевантны. Я объясню, почему. Самое главное, что произошло в Подори-Домняска, это скрытие, сокрытие преступления, попытка, даже не попытка, а реальное использование административного ресурса, для того, чтобы замолчать о том, что случилось. Здесь поступили так же самое, просто, может быть, более уже умело. Простой вопрос. Что в рабочей... Здесь было проще, здесь не было. Да, здесь, к счастью, не было пострадавших, кроме самих участников этого дорожно-транспортного происшествия. Ну, надеемся, что не было пострадавших, потому что, как и в случае Подори-Домняска, была попытка откупиться, были попытки как-то заплатить дорогой ценой за молчание. Поэтому здесь, может быть, и были, надеемся, что не было никаких пострадавших, но ситуация, она очевидна, даже при таком поверхностном анализе. Министр и замминистра внутренних дел в рабочее время, на частном автомобиле, замминистра, за рулем министр. То есть, ну, что происходит? Понятно, что любое... На скоростью 65 км в час переворачивается автомобиль. 65 км в час переворачивается автомобиль, да. Причем внедорожник. Да, то есть, понятно, что в рабочее время министр, во-первых, министр, замминистра редко когда куда-то выезжают совместно. Во-вторых, есть служебный транспорт, есть служебные номера, есть охрана, есть водитель, даже машина сопровождения, если это нужно. У нас есть неофициальные информации, которые до нас дошли, о том, что на самом деле они были с выездом по не служебной линии, а по партийной линии, по подготовке к возможным досрочным парламентским выборам. Был шестой вопрос, оба были в таком нагретом, разогретом состоянии, и понятно, что не на скорости 65 км в час они возвращались обратно, и поэтому случилось такое дорожно-транспортное происшествие, и даже по той информации, которая у нас есть, это что не совсем даже министр был за ролем. Но вот вопрос остается вопросом. Видите, все это не всплыло наружу. Быстро все это красиво сделали, почему-то прошел только тест на алкоголь, только министр Ричан, а не замминистра, который якобы не был за рулем, хотя машина его, ну представьте себе, замминистра его машина, но за рулем министр. Это как в том анекдоте про Брежнева, который любил поуправлять автомобилем, и как-то катался в субботу или воскресенье по государственной резиденции, кто-то увидел и говорит, я не знаю, кто был в машине, но за рулем был генеральный секретарь ЦК КПСС. Так и здесь машина замминистра, но за рулем министр. Поэтому и этот случай, и обвинения, которые прозвучали в адрес нового министра спорта, да, поверьте, что и ряд других вещей, они подтверждают сущность этого альянса, здесь не только в правительстве дело, и он говорит о том, что ситуация не изменилась. Все, что произошло за последний месяц, это всего лишь попытка отсрочить свое поражение, попытка избежать досрочных парламентских выборов. Да, она и в преамбуле самого договора по созданию этой коалиции звучит, что парламентские выборы – это катастрофа для Молдовы. Ну, для Молдовы нет, а для правящего альянса однозначно да. Ну, в принципе, немножко, они как обычно логичны, эти ребята, потому что, с одной стороны, они избегают этих досрочных выборов любыми путями, и в то же время, вот как вы сами говорите, они разогревают своих людей на местах. То есть, они реально готовятся к досрочным выборам, они понимают, что это неизбежно. Только они ждут таких вариантов, которые будут выгодны лично им, в этой коалиции. Я немножко хотел спросить вас о Филате. Вот вы сказали, что Филат остается важной фигурой, он остается за спиной. Я такого не говорил. Но вы сказали, что Филат с Плохотнюковым продолжает, как бы, они уже с первого плана. Я говорил о том, что фигуры, которые влияли на политику альянса, они остаются влияющими на политику альянса. Вы считаете, что Филат продолжает влиять? Но из-за спины. Ну, пока, да. Чем дальше будет, тем ситуация покажет. Вообще, на мой взгляд, я не политический комментатор, не политический аналитик, тем более лицо заинтересованное. Я член ПКРМ, член фракции ПКРМ. Поэтому понятно, что мы рассуждаем со своей колокольни. Да, ну, в первую очередь, меня судьба Филата абсолютно не интересует. И рассуждать, как политический аналитик, как бы, тоже не мое дело. Но очевидно для всех, да, что Филат политически принял самоубийственное решение. Он сегодня не является ни в одной ключевой должности. Его сегодня нет и не будет в ближайшие месяцы, как минимум, на телевидении. А, как говорят молдаване, оки, кари, нуся, вэдси уйты. То есть, если тебя не видно, не слышно, то о тебе и забывают. Поэтому понятно, что сегодня, понятно, что через определенное количество времени, через месяцы, буквально осенью, личный рейтинг Филата еще сильнее опустится. Мы видели по последним опросам, что он и так очень сильно пострадал, рейтинг его пострадал после последних скандалов в правительстве и так далее. И это говорит о том, что и рейтинг самого перед ними уменьшится, потому что они не являются партией, которая основана на какой-либо идеологии, а партией лидера. Поэтому то же самое касается и партии демократической, которая и так в довольно-таки потрепанном состоянии находилась на пороге досрочных парламентских выборов. Но сегодня их лидер Мариан Лупа тоже не является ключевой фигурой ни в одной из структур власти. И понятно, что тоже не будет использовать эту позицию для как минимум сохранения своих электрального рейтинга. Вообще, если рассуждать беспристрастно, то есть не исходя из наших переживаний или наших ощущений, наших ожиданий, то есть, конечно, и мы, и большинство избирателей, это опросы показывали все, хотят досрочных парламентских выборов, потому что рейтинг доверия власти, он минимален. Более 80-85% населения считает, что страна движется в неправильном направлении. И только порядка 13% по последнему вопросу считали, что альянс в какой-то форме должен сохраниться. То есть, ожидания общества непонятны. Да, есть определенное разочарование и у общества, и у нас, что эти выборы не состоялись, что альянс в той или иной форме сохранился и так далее. Но мы прекрасно понимаем, что это всего лишь попытка отсрочить свою политическую смерть. Но, я говорю, что как беспристрастный аналитик можно, или анализ, что беспристрастный может дать? Сегодня ни один из лидеров партии, которые сформировали альянс 1, альянс 2, уже не занимает ни одной ключевой должности. Ни ГИМПу, ни ФИЛАТ, ни ЛУПу, ни Плохотнюк. И это заслуга в том числе ПКРМ. Да, гражданское общество, но в том числе и ПКРМ, может быть, даже в большей степени ПКРМ. Потому что мы 4 года, все эти 4 года были в оппозиции. Эта власть вела себя очень жестко по отношению к оппозиции. Мы можем вспомнить и закрытие телевизионных каналов, и запрет символики, и угрозы шантажей покупок депутатов, и местных советников, примаров и так далее. ПКРМ, давление постоянное. Но тем не менее, сегодня ПКРМ, и понятно, что нас смотрят разные телезрители с разными политическими предпочтениями, но те, которые не поддержат действующую власть, я думаю, что для них это как бы глоток свежего воздуха. Не надо расстраиваться, не надо разочаровываться, потому что сегодня по всем социологическим опросам и исследованиям ПКРМ за ПКРМ проголосало бы более половины населения, участвующих в выборах. Мы бы сегодня получили не менее 55-57 мандатов депутатов в парламенте. Сегодня мы вернулись в серпе молот. Сегодня лидеры альянса выброшены за пределы политической системы, то есть политических институтов, демократических и так далее. Они сегодня ни в парламенте, ни в правительстве, ни в других структурах не занимают никаких ключевых должностей. И ПКРМ сегодня не существует, ПКРМ сегодня сильна, и ПКРМ готова в любой день участвовать в любой избирательной кампании и самое главное побеждать в этой избирательной кампании. Вот здесь, кстати, возникает очень сильный знак вопроса. То, что вы сказали, все это действительно соответствует действительности. Но за 4 года мы привыкли к тому, что эти ребята готовы на любые ухищрения для того, чтобы остаться у власти. Они будут искать сейчас, значит, какие-то... Все, что вы говорите, слишком гладко. Как-то вот слишком гладко выстилается путь для ПКРМ. И что-то мне не верится, что все пройдет так гладко. Потому что действительно показывают соцопросы, вернули серпи молот, и в то же время, избегая досрочных выборов любой ценой, создали этот альянс, скажем так, он антагонистичен в своем начале сам. Вы, в принципе, ожидаете каких-то, я не знаю, новых агрессий, новых ударов по ПКРМ? Или вы считаете, что они сдались и, в принципе, уже просто будут доворовывать то, что осталось, то есть доприватизировать то, что они хотят. Осталось приватизировать, там, пару, 3-4 лакомых объекта, и они успокоятся и просто так сдадут и уйдут. Ну, во-первых, этот путь, честно говоря, не был таким уж гладким. Я говорю, что сейчас все как-то очень гладко сплавится. Ну да, но путь-то четырехлетний был очень сложный, вспомните. Это и референдумы, и избирательные кампании, и митинги, и пикеты, и венецианские комиссии, и суды, и борьба в самом парламенте, и бойкот парламента. То есть, если так сделать ретроспективу, то он далеко не был гладким. Ну, и справедливости ради хочу сказать, что все-таки 34 депутата парламента не предали, не ушли в сторону. Каждому из нас, без исключения, было, с одной стороны, предложено, с другой стороны, давили для того, чтобы мы покинули фракцию ПКРМ, стали там независимыми или куда-то перешли. Поэтому, да, 8 депутатов покинули, да, неприятно, но на войне как на войне, алигерку малигеру. Я, если честно, ожидал больших, больших потерь. Я вообще, честно говоря, не ожидал от многих. От тех, которые ушли, я тоже не ожидал, но я ожидал больших. Ну, отчасти из них это было ожиданно, я не могу сказать, отчасти из них это было ожиданно. То есть, я буду скривить душой, если я скажу, что я не ожидал это от Додона. Ожидал. Да, но вот от ряда других коллег не ожидал. И это было не совсем приятно, но как бы бок им судья. ПКРМ от этого не стало слабее. ПКРМ от этого стало, я не говорю, что от этого стало сильнее. ПКРМ в принципе стало сильнее. И вот вы говорите о том, что, ну, называя как бы наших коллег по альянсу эти ребята, они действительно ведут себя как ребята, они совсем такие полукриминального, полубандитского характера. Да, они готовы ко многому. Но и ПКРМ за эти 4 года стало другой. И у нас есть другой опыт. И у нас мы из себя как партия, как сила представляем совсем другую партию силы. У нас есть опыт оппозиции. И у нас совсем другая атмосфера внутри партии. И мы готовы пройти еще через большее, ну, скажем так, испытания и сохранить стройность рядов и победить в этой борьбе. Поэтому это не какие-то высокопарые фразы. Мы прекрасно понимаем, что они сейчас между собой договорились, что они друг друга сейчас по большому счету особо не боятся, потому что знают, что у каждого есть куча компромата друг на друга. И вот эта куча с одной и с другой стороны их вместе держит и не позволяет дальше, значит, выливать друг от друга вот эти же кучи компромата. Поэтому они сейчас попытаются совместно избавиться от основной угрозы для них, для всех. Эта угроза, понятно, что ПКРФ. И, конечно, возобновятся попытки подкупа, шантажа, вытаскивания из наших рядов депутатов парламента. Но это не даст им никакого. Я не предвосхищаю какие-либо события. Нехорошо, когда наши ряды и чьи-либо вообще ряды кто-то покидает. Избиратели за нас проголосовали, нужно быть в команде, нужно отработать 4 года в команде и дальше после выборов принимать соответствующее решение. Если кто-то от нас и выйдет, кого-то и выдернут на позиции электральной ПКРМ, это не повлияет. Посмотрите, что происходило в эти годы. И Дадон, и Гречанная, и Мишин, и Сырбу, и так далее. И сегодня за ПКРМ голосует 50+. А сколько за них голосует? Извиняюсь за выражение, 0,1%. Вот их рейтинги, мы видим по всем вопросам, колеблется до 1%. Вот и все. И люди, население, избиратель, граждане дали этому соответствующую оценку. А на самом деле это самое главное в любой плюралистической системе, демократической системе. Как на это смотрит избиратель, как граждане это оценивают. И граждане это оценивают по достоинству. Они прекрасно понимают, что кому-то тяжело, он не сдается. А что не было соблазна? А что нам не предлагали сотни тысяч евро денег, различные должности в парламенте, в правительстве? Да, конечно, предлагали. И думаю, что чувствовали себя с точки зрения сытости или материального достатка, ну, несопоставимо. Это не будет большим секретом, если я скажу, что подавляющее большинство членов фракции ПКРМ, и мне лично, конечно, предлагали, и другим предлагали, да практически, насколько я знаю, всем предлагали. Поэтому, ну, подавляющее большинство, подавляющее, почти что все депутаты парламента ПКРМ живут исключительно на заработную плату, не имея каких-то там накопленных или каких-то других возможностей. И тем не менее, они продаются. И это, я думаю, что заслужит уважению ко всем членам нашей фракции. Это так, действительно. Потому что я считаю, что то, что произошло, вообще, мне это как лакмусовая бумажка человеческой сущности. Потому что вот эти четыре года, ну, сейчас еще ситуация стабилизировалась. Но в начале, когда, в принципе, было ощущение, что ПКРМ зашаталась, вот сразу после, в девятом году, после выборов, просто было ощущение, у многих было ощущение, что вот выход там до Дона, я не знаю, что, плюс советники массового... Начало конца. Да, это начало конца. Но действительно удалось стабилизироваться. И вот это, надо сказать, большое спасибо этим ребятам за эти попытки подкупа, шантажа, давления, что выявились люди, которые не поддаются на эти дела. И эти люди, которые прошли через такое, они уже, в принципе, это другая сущность. А с ними уже будут... Если они вернутся во власть, если они придут во власть, то это не будет того, о чем говорят. Реваншизм. Реваншизм будет только в том плане, что надо будет посадить тех, кто его украл, и наказать тех, кто... И то этим заниматься мы не будем. Этим будут заниматься соответствующие органы. Независимый суд и независимая прокуратура. И мы обещаем, что никакой там охоты на ведьму мы устраивать не собираемся, потому что мы не для этого приходим к власти. В первую очередь мы придем для того, чтобы восстановить демократию, обеспечить независимость прокуратуры, судебной системы и демократических институтов. А самое главное, это обеспечить поступать на социально-экономическое развитие. Вот чем будет заниматься ПКРМ на самом деле. Мы не будем заниматься тем, чем занимался Альянс. Боролся не с бедностью, а с коммунистами. Мы не собираемся бороться с либералами или с демократами. И так понятно, какие у них будут позиции. Они будут в меньшинстве. Они особо не будут влиять на ситуацию в стране. Мы, тем не менее, будем относиться внимательно и с уважением к оппозиции. Если будут здоровые инициативы, мы обязательно к ним будем присматриваться. Но расправами, кровавыми ПКРМ заниматься не намеренно. Мы не для этого боремся сейчас, для того, чтобы нашу страну не выводить из политического кризиса, а его, наоборот, усугублять. Поэтому граждане могут смело за нас голосовать. И я четко могу, как член команды ПКРМ, утверждать, что будет на 90% сплошной позитив. И ошибок постараемся минимальное количество допустить. Вот, если говорить о том, что происходит сейчас. Была инициатива либеральной партии, поддержанной партией коммунистов, о создании парламентской комиссии по случаю с министром Ричана. Руководство парламента. По-моему, Корман даже на голосование не поставил. Он хотел поставить, но ему Валерий Стрелец запретил. Да. Ну, вообще, это вот такие ребята, как всегда, в своем репертуаре. Но в то же время мы знаем, что существуют очень серьезные проблемы. Это и рейдерские атаки, это и то, что произошло в Министерстве транспорта с этими поездами европейскими, с миллиардом долларов, которые поступили, но непонятно, куда исчезли, потому что по дорогам мы ездим. И что происходит с Металфероз и с другими госпредприятиями. Почему не создаются, почему нет инициатив по созданию парламентских специальных комиссий в этих вопросах? Это действительно очень серьезные вопросы. Инициативы могут исходить сколько угодно от нас, но они не будут поддержаны парламентским большинством. И даже вот этот пример с МВД, с Ричаном, хотя он намного, скажем так, менее масштабен, чем колоссальное воровство, которое происходит в госпредприятиях или при распределении европейских фондов. Но понятно, что мы будем комиссии эти предлагать, а парламентское большинство эти комиссии создавать не будет. Несколько буквально комиссий, которым удалось поработать эффективно, вот это по дуре Думьянской, по вооружению, если вы помните, по продаже, да, вот этому скандальному вооружению. То есть они состоялись тогда, когда альянс лихорадил, трясло, и альянс или не существовал, или вообще как-то был в таком разобранном состоянии. Понятно, что они не были связаны по рукам. Сегодня никто из них друг против друга там копать не собирается. У них все распределено, увидели даже министерство, они распределили уже чисто по политическому признаку, да, то есть вот моя вотчина, это, как говорят, моя корова, и я ее даю, да. Вот также министерство уже распределили, каждый министр берет свою команду партийную, и уже нет такого даже перекрестного назначения министров-замминистров, которое было в предыдущем альянсе. Самое главное, что люди уже дали оценку этой власти. Я уверен, что понимают, что это не какое-то новое правительство, а игроки те же, просто некоторые отошли на второй план, некоторые перешли на первый план. От этого, от смены мест слагаемых сумма не меняется, да. В сухом остатке мы все равно получаем то, что мы получали до сих пор. Это сворачивание социальных программ, это закрытие школ, это рост тарифов цен, это минимальная индексация позорной пенсии в 6-9%, это не увеличение реальных доходов населения, обнищение населения. И самое главное, что страна движется к пропасти экономической, потому что мы накапливаем, колоссально накапливаем внешние долги. Две трети из денег, которые мы получаем от Международного валютного фонда, вообще не попадают в национальную экономику. Они сразу же переводятся в валютные резервы национального банка, которые хранятся на счетах западных банков. То есть мы берем виртуальные долги, а придет время мы будем возвращать реальные деньги, которые будем вытаскивать из бюджета, забирать у стариков, забирать у бюджетников и возвращать МВФ и другим структурам. С европейскими фондами то же самое. Более полумиллиарда евро поступило только в виде грантов. Это, чтобы понять, что такое 500 миллионов евро, нужно пересчитать в леи, и люди получат цифры в десятки миллиардов леев. Чтобы просто понять, что эти деньги, они по себе чувствуют, они же никуда не дошли. Как на себе почувствовал малый бизнес, сельское хозяйство, пенсионеры, бюджетники, все вот эти колоссальные деньги, которые мы получаем в виде грантов, в виде кредитов. Никак. Но их придется отдавать. Их придется отдавать, и не только отдавать. Дело в том, что мы идем по пути Греции. Республика Молдова сегодня, рано или поздно, а если так будет продолжаться, то это будет в ближайший год-два. Мы просто дойдем до ситуации, когда нам уже не будут давать кредит, потому что у нас будут макроэкономические показатели негативные. Когда доверия, и так доверия нет никакого, да, то есть будет полностью подорвано. И мы придем к ситуации, которые были в 2001 году. Денег получать не будем, начнут накапливаться долги по пенсиям, по заработным платам. Внешний долг вырастет, в 2001 году он был выше 65% по отношению к ВВП. И тогда просто власть будет вынуждена полностью расписаться в своей недееспособности. Если вы помните, из того прошлого альянса на 2001 год ни одна из составляющих вообще в парламент не попала. То есть ни партия Дьякова, ни партия Матея, ни партия Снегуров в парламент не попали. Почему? Ну потому что люди за них не голосовали, они довели страну до ручки. И вот сегодня, к сожалению, мы повторяем то же самое. Да, есть обещание там что-то подписать в Вильнюсе, но что такое договор об ассоциации? Договор об ассоциации с Европейским Союзом... Там страшнее в Вильнюсе, но это в принципе отдельная тема для разговора. Он ничего не даст, потому что... Соглашение о свободной торговле, это вообще убийство местного производителя. У нас есть великолепная система ассимметричной торговли с Европейским Союзом. То есть мы туда экспортируем без таможенных пошлин по большому количеству групп. А весь импорт, который мы хотим из Европейского Союза, мы облагаем пошлинями, защищая внутренний рынок и защищая местного производителя. Так вот сегодня хотят защиту внутреннего рынка убрать, чтобы у нас товары беспрепятственно из Европы поступали в Республику Молдова. При этом мы будем гармонизировать форсированно наше национальное законодательство под европейское. Будут увеличиться стандарты и требования к продукции, которые производим. Мы перестанем вообще производить и соответствовать этим стандартам. То есть у нас производство вообще полностью перестанет существовать. И мы фактически заместим еще существующее производство импортом с Европейского Союза. Уже в прошлом году импорт продовольствия превысил экспорт продовольствия, производство продовольствия в Молдове. То есть мы как бы сельскохозяйственная страна, мы больше импортируем, чем производим. Это говорит о том, что мы после вот этого договора особо на торговле с ЕС, мы фактически все, что будем потреблять и кушать, начиная от хлеба, молока, помидора, огурцов, картофеля, мяса и всего остального, Мы все будем импортировать из стран Европейского Союза, а не будем производить. Об экспорте в сторону России, Белоруссии и Украины нужно будет забыть, потому что мы просто ничего не сможем производить. Вот и вся ситуация. Да, я, как ты сказал, эту тему для отдельного разговора. Я надеюсь, что мы с вами еще побеседуем и не раз. Об этом и о договоре о соглашении свободного торга с Турцией, который тоже убийственен для молдавской экономики. К сожалению, наше время на сегодня стекло. Спасибо вам большое за то, что вы участвовали в нашей передаче. На сегодня у нас все. Доброго вам вечера. Увидимся завтра здесь же, на этом же месте, в это же время. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»